Когда вы хотите что-то построить, в первую очередь вы должны спроектировать. Повертеть его, посмотреть. Желательно строить из сухого материала, пропитывать их специальными пропитками, правильно делать пензазоры, правильно проклеивать мебраны. По сути надо все технические решения каркасного дома учитывать. Мы применили очень много интересных материалов. На данный момент на рынке самый эффективный изолятор это пир. Пир чем удобен? Тем, что он отличается высокой термической и химической стабильностью. Мы этот утеплитель применяем и в полу, и в стенах, и в кровли. Каркас у нас составляет 10 сантиметров, стойка у нас 50 на 100. Мы внутри по всему периметру получается каркасу, кладем пир, проклеиваем полютанной пеной, стыки все кочем фольгированы, у нас получается тепло никуда не уходит. Мы уже утеплили наши стены, сейчас переключаем с утеплением наших полов, укладываем ложек пир в пол. Эта жесткая плита из пена пир покрыта с двух сторон алюмиламинатом. Алюмиламинат выполняет две функции. Во-первых, это хорошая пароизоляция, а во-вторых, он хорошо отражает тепло во внутрь помещения. Температура использования утеплителя от минус 60 до плюс 110 градусов. Плиты, благодаря своей прочности, выдерживают нагрузки от 35 лет. Благодаря его структуре закрытых ячеек, при минимальной толщине мы получаем максимальное утепление. Обратите внимание, на стену у нас тоже пир, только это фольгированная пленка, а на пол мы кладем пир полы. Когда мы заливаем стяжку, стяжка не разрушает, получается, вот эту пленочку. Благодаря этому можно использовать любой вид теплого пола. У нас в домике будет два вида полов. Один у нас будет под паркетную доску, а в другом в самом узле будет у нас плитка. Это два контура будет теплых полов. Мы теплый пол укладываем на нашу, получается, плиты, которой уже нанесена алюмиламинация. Можно смело раскатывать, и мы уже потом спокойно положим фанеру, а на фанеру положим уже паркетную доску. В обычных вещах, когда вы кладете, например, на стяжку сразу, получается, теплый пол, вам надо подложить, получается, пленку фольгированную. В таком случае не надо ничего это делать. Мы не кладем пленку, экономим, получается, наше денежное средство. Как строителю мне было комфортно работать с таким строительным материалом, и я думаю, наш заказчик оценит свой теплый дом.